христос воскрес воистину воскрес мы проводим запись под названием жития святых во свете библии чтобы смотреть открытым оком вот вопрос стоял о том какие уставы правила кто давал их я отвечаю на этот вопрос феодосий печерский 3 мая раз эту обитель посетил блаженный ефрем от него то и привел бог феодосия познакомиться подробно со студийским уставом монашеского жития получил от ефрема полный список устава святой студийской обители феодосий стал во всем ему следовать и в делах своей обители у нас висят правила вставать играть на все и все это открыто и ко мне приезжали начальники и лагеря и священники и все это переписывали и фотографировали ну а потом как годово горит мы у себя вели точно также наказание где ну конечно не такой крутой наш лагерь как у вас вот со стороны смотреть кажется ничего особенного нет но когда я бывал других лагерях у нас даже во сне такого нет что там разрешается бросается хлебом и сказать страшно у нас полное молчание за столом ни одного слова не скажет а впоследствии этот устав приняли все остальные русские монастыри следуя примеру древнейшего печерского монастыря преподобный феодосий усердно получал учеников своих возбуждая их к истинному покаянию всей преподобный учитель имел обычай каждую ночь обходить келью братьев таким путем он знакомился с образом жизни братьев и узнавал степень усердия в подвигах каждого брата он радовался и славил бога когда обходя кель и слышал молитву инока когда же приходилось ему услыхать после вечерней молитвы разговор двух или трех сошедшихся в келью для беседы иноков то феодосий давал знать о своем присутствии ударял рукой в двери и сокрушенным сердцем отходил прочь у нас точно так же воспитатели проходят и слушают и бывает там смех разговоров нет но ребятишки тем более в два этажа нары там и вот если они уже разговаривали смеяли значит выходить надо всем или виновны и тогда будет на ваксе с прутиком стоять на следующий день он призывал к себе провинившихся и не обличая прямо причем и вызывал их на раскаяние кроткий сердцем брат тотчас сознав свою вину просил прощения ожесточенный думаю что игумен говорит в притчах о постороннем лице а не о нем самом не сознавался в своем поступке до тех пор пока преподобный прямо не обличив его не налагал на виновного и петелью во время его жизни иноки казалось были равны подвигами своим своим ангелом божьим а монастырь печерский уподоблялся как бы обители небесной но вот эти сравнения то они обители монастырей как меня спрашивает какая тюрьма самая хорошая барнаульская тут хороший обиход дают но лучше когда она по кирпичику разобрана преподобный не скрывал в землю данный ему от бога талант крепости телесной но всегда веселясь духом своей бодростью подкреплял и других убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему делу когда преподобному случалось услышать каком-нибудь кушанье что она совершается не с благоговения старшего благословения и вопреки иноченским правилам то называя это кушанье вражеским он не позволял что у благословенное его стадо вкусило его приготовлено же таким образом пищу приказывал бросать в воду или в огонь так случилось и тогда когда преподобный с братью отправлялся на праздник святого великомученика димитрия в соседнем монастырь имени сего святого в этот день каким-то благочестивыми людьми были присланы в монастырь очень вкусные хлебы феодосий велел келарю подать их в тот же день к трапезе оставшиеся братья но келарь не послушал его приказания думая про себя вот когда все братья соберутся завтра тогда и подам к обеду эти хлебы а сегодня оставшиеся иноки пусть едят обыкновенный монастырский хлеб так он и поступил на следующий день к обеду возвратился в монастырь и гуна с братьев во время трапезы преподобный заметив что подано именно присланные в дар хлебы позвал келаря и спросил откуда эти хлебы филарь отвечал хлебы эти принесены еще вчера но я не подал их в тот день потому что на обеде присутствовало мало братьев я думал что лучше предложить вкусные хлебы всей братья и когда они соберутся вместе преподобный же сказал ему лучше бы тебе было не заботиться о наступающем то дне а делать по моему приказанию ведь господь всегда нас пекущийся и сегодня подал бы нам все что необходимо и даже более того затем он велел собрать нарезанные ломки хлеба в корзину и кинуть их в реку а на келаря как на ослушавшиеся его приказания наложила пить имью так он поступал и другими иноками когда они в чем-нибудь ослушивали старших он часто обходил кельи если находил у кого лишнее не положено по уставу была ли то пища одежда ли что-то другое он брал это и бросал в печь как исходящая дьявола и противное уставу монастырскому макарий калязинский 17 марта нашел для себя место соответствовавшие его желания недалеке от кашина 18 верстах близ реки волги между двумя двух небольших озер в густом лесу здесь он поставил себе келью и стал подвязаться в посте молитве и бдении никто не мешал и уединенного подвигу он вел строгий порядок монастырского общежития со строгим уставом он установил правило не держать в обители хмельного питья не если не пить по кельям а только в общей трапезе сам он показывал пример строгой жизни трудолюбия и спирения со всеми он обращался просто и ласково при встрече с каждым из своей братья невзирая на возраст он говорил старчушка добрый и называл его по имени устав монастырской жизни введенный преподобным макария был такой строгий что они все могли соблюдать его так как желал основатель обители один за другим смещены были два игумена за нарушение сего устава феодор василий печерский 11 августа во время пребывания преподобного федора в этой пещере дьявол поселил в нем скорбь и сожаление о розданном нищем имении приводяя на ум преклонно след слабое здоровье и скудность монастырской пищи думаю что к тебе приходил в моем образе без если хочешь убедиться сделать так не позволяя никому из пришедших тебе начинать беседы с тобою прежде чем он не сотворит молитвы иисусовой если вошедший не захочет тогда узнаешь что он есть без без после этого преподобный василий сотворил молитву запрещения призывая на помощь святых и наставив феодор ушел монастырь свою келью без не дерзнул снова и вести преподобному феодору и для него явно стало коварство обольстителя с той поры он заставлял каждого приходящего к нему прежде всего сотворить молитву иисусову и потом уже беседовал с ним господи иисусе христе сыне божий помилуй нас тот отвечает аминь или помилуй меня грешного сергий радонежский 25 сентября с любовью принимал святой игумен всех приходящих но зная на опыте трудность монашеской жизни не скоро постригал их обыкновенно он приказывал облечь приходящего в длинную одежду из черного сукна и повелевал ему исполнять повелевал вместе с прочими иноками какое-либо послушание так поступал он для того чтобы вновь прибывший мог узнать весь устав монастырский лишь после долгого испытания преподобный сергий постригал прибывшего в мантию и давал клобук так преподобный строго запрещал инокам после по вечере выходить из своих келей или вступать в беседу друг с другом если же он слышал недозволенную беседу или заставлял кого-либо за суетным занятием то постуча в дверь или окно отходил далее на следующий же день он призывал к себе такого инока и вступал с ним в беседу послушный инок сознавался просил прощения и сергий с отеческой любовью прощал его но не покоряющегося же он налагал эпитемии церковное наказание вопрос 2093 если возникло так много монастырей такие у них были замечательные уставы все приходящие вновь легко усваивать и правила то наверное правил этих не так много и каждая семья могла бы применять их в повседневной жизни хотя бы отчасти ответ в древних иноческих уставах решились предложить на ознакомление людям только краткие выписки из уставов и то они весьма впечатляют книга большого формата 666 страниц в ней можно ознакомиться с некоторыми правилами монастырей это я все замерил посчитал говорю правила пахомия великого правил 294 и он их свел в 21 правило у арсисия 56 правил и общих правил вероятно коллегиально принятых 67 у василия великого 419 правил и для женских монастырей еще разъяснение в 19 правилах янка 7 только в трех его книгах 61 глава у венедикта 7 73 главы можно предположить согласно некоторых пояснений в книге что для внутреннего пользования есть еще более расширенные варианты и в каждой главе есть подпункты есть много полезных правил и вполне приемлемых всеми здравомыслящими когда я законспектировал книгу сию то понял что для читателей не смогу и малой талики дать прочесть это нужно иметь саму книгу главы отдельно иногда занимает по несколько страниц если надумаете применять эти правила сегодня на практике то будет строг мотать строго режимом лагеря будете как садист мазохист попирающий все нормы нравственного поведения и раздавливающий личность человека десятки правозащитных организаций сразу же устремятся против вас как тоталитарного волка абсолютное полное подавление личности воля человека главный враг в монастыре даже посылку с воли не может получить рядовой она будет выстрелена на общий стол случалось что расконвалированных монахов выводили на все ход работы в поле и вот тут был самый подходящий момент сбежать из своего гулага правило это предусматривали что старшой наибольший на больший зовут как его зовут должен был хватить с этой потери и немедленно сообщить в город солнца своему джиму основателю народного храма искать беглеца три часа в которой он мог бы отдалиться от любимого монастыря были для него спасительными но губительными для его надсмотрщика древние уставы страница 153 правило 288 если убежит кто и смотритель раньше трех часов не донесет ави то будет повинен в погибели брата разве только опять найдет его пункт 152 289 правило вот наказание тому кто погубит какого брата из дома три дня нести публичное покаяние но если он понесет донесет тоже сейчас как тот убежит то виновен не будет 290 правило если смотритель увидит какой грех в доме своем и тотчас не обличится грешающего и не донесет ави монастыря сам понесет установлен за тот грех эпитимию домом называется общий барак в гулаге ауновцы устроили таким доносчиком полную рубиловку вырезали их на рассвете исключительно страшным грехом почиталось заступничество за наказываемого им внушалось дальше кавычки принимать доема им приказания с таким благоговением исполнять их с такой готовностью как бы они исходили непосредственно от самого бога рассуждать о повеленном не разрешалось и вообще заповедовалось ни в чем не верить своему уму и рассуждению чтобы скорее надежнее утвердить их последним часто даваемы были им приказания исполнение которых казалось ни с чем не сообразным так делалось с той мыслью что и кто в этих случаях исполнителен без рассуждения конечно же будет такого во всех других правила касьяна книга 4 пункт 8 9 страница 106 правила 57 эпохомия это я все делал выписки мои наработки работая с этими монастырскими уставами древнейшими кавычки сей блаженный иван от юности до совершенного мужеского возраста служил старцу своему пока тот жил на свете с таким смирением исполнял его повеление что сам старец изумлялся его послушанию желая однако же точнее узнать откуда у него такая добродетель от веры ли истинной глубокой простоты сердечной или она притворно принужденно и оказывается только перед лицом того кто дает повеление старец часто назначал ему послушание то пустые ненужные то неисполнимые однажды старин взял из своего дровняка хворостину дровяника давно срубленную совершенно иссохшую то и даже от древности немного позагнившую и воткнул ее в землю и велел поливать ее дважды в день принося воду на своих плечах чтобы она будучи таким образом каждодневно урожаема пустила корни ожила разветвилась приняв это послушание с обычным благоговением юный инок нисколько не рассуждая о невозможности получить то что ожидалось будто исполнял это не упустительно каждый день на себя воду за две почти мили это 35 километров и сколько раз он впереди говорит до пяти раз ходить надо посчитать так поливал свои деревцов продолжение целого года не пропуская ни одного дня ни за болезнью не по причине праздника не по причине нужнейшей какой-либо работы не за ними ни зимней с хуже непогоды старец молча наблюдал за этой неутомимостью его и удостоверился что он и принял и исполнял его приказания в простоте сердца без всякого колебания ума как бы оно дано было ему свыше чем доказал искренность своего смиренного послушания почему желая положить конец этому испытанию подошел он сухой хворостинки и сказал ну что я пустила ли корни дерево наше или нет тот сказал не знаю тогда старец как бы пробуя крепко ли оно на корнях своим легким движением вырвала хворостинку перед глазами его и бросила чтобы он не поливал ее более взято страница 570 глава 24 кавычки в другой раз когда пришли братья по назидаться примером послушания старец позвал я на и сказал ему беги вон тот камень прикатись сюда как может поскорее то тот побежал и со всем усердием напряжением сил начал пхать камень огромный то который целая толпа народа могла бы покачнуть только потлил с него градом пропитал всего платья намочил и самый камень но ему нисколько не подумалось что послушание то не исполнимо ибо из благоговения к старцу и по искренней простоте послушания он от всей души веровал что старец ничего не прихажет даром на что не было бы у него разумного основания память святого иоанна 27 марта страница 572 так вопрос 2094 чем было вызвано такое стремление к удалению от людей и это почти у всех кто канонизирован после первого века ответ на примере только одной биографии жития можно увидеть что все это плоды потери авторитета слова божия святой библии господь сказал идти в мир и нести людям эту благую весть а эти люди решили мир повернуть к себе чтобы их искали на горах в келях в дуплах под землей в норках пещерное христианство подземное благовестие и у них такие были таланты даже там они сумели так много сделать и когда они выходили из затвора то вокруг них иногда все покорялась их силе значит зарытого от этой пещерной философии было не перечесть там талантов столько погребено что всем золотоискательным хватило бы солом 54 7 стих я сказал кто дал бы мне крылья как у голубя я улетел бы успокоился бы вписывается только житие тех пустынников в рамки евангелия когда на них шли войной лука 11 49 потому и премудрость божия сказала пошлю к ним пророков и апостолов из них одних убьют а других изгонят аксенте 14 февраля царственник феодосия младшего в гряде при дворе царском занимал важную должность один благочестивый муж сын ады перстянина по имени авксентий он был всеми почитаем как вельможа хорошо знающий божественное писание а также светские науки и как человек известный своими добрыми делами авксентий оставил суету славы и волнения всего мира и стал воином небесного царя христа приняв иноческое пострижение стремясь к безмолвному житию он оставил многолюдный город отправился в эфире и пришел на одну пустынную гору называемого оксия которая находилась 10 стадиях от халкидона понравилось ему то место он зашел на холм и воздев свои святые руки вот так молились стал там прославлять бога не священник говоря столом 4 9 спокойно ложусь я и сплю ибо ты господи един даешь мне жить в безопасности потом благочестивые люди из окрестных селений собравшись построили для преподобного келью на самой вершине горы заключившись в ней святой через небольшое оконце беседовал с приходящими к нему получал добродетели и исцелял недужных так к нему пришли однажды два человека один православный а другой же последователи юридиков православного святой принял с лаской долго беседовал с ним о душевной пользе а с юридиком он и слова не сказал провели его неверие а в сенте был знаменитым членом собора отличаясь своей мудростью и чудесами своей правой верой невозможно было переспорить его так как он хорошо знал все священное писание одним словом к нему применимо написанное лука 24 19 который был пророк сильный в деле и слове перед богом и всем народом утвердив на всем соборе вместе с прочими святыми отцами истинную православную веру святой аксенте снова возвратился на свою пустынную гору свою уединенную келью даже находясь своей келью он оказывал вселенной большую пользу подавая пример добродетельного жития а также своими духовными поучениями которыми наслаждались все приходящие к нему из разных стран равно как удивлялись и творимым им чудесам своими прозорными очами святой аксентий и далекое видел с такой ясностью как будто оно находилось перед ним мог видеть и бестелесных то есть ангелов блаженных духов и души праведников вопрос 2095 чем вызвано было такое почтение к любому изуверству которое практиковали столбники затворники ответ это всегда было и есть в качестве людей мира сего так наглядно отличающий их от верующих истинные последователи христа не поражаются этим несуразностям но реально смотрят на это и не меряют по двойной шкале если это хламидное бродяжничество по горам у елинов называлось цинизмом а носители идеи отвержения нормального жития были названы циниками то у православных это не циники это угодники божии это предмет для кунцкамеры к ним за автографом везли заморских послов в этом было местное хобби этим хвалились как гулаговское начальство похвалялась друг перед другом что вот у него как круто что академик банщиком работает деяние 89 находился же в городе некоторый муж именем симон который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский выдавая себя за кого-то великого жития даниила столбника 1 декабря кавычки царь узнав что преподобный даниил принял посвящение возрадовался и поспешил ко столпу сняв себя царское деяние он со смирением зашел к преподобному на стол и припал к его ногам увидев же что от долгого стояния ноги преподобного отекли и загнили он поделился его великому терпению и получив благословение с радостью возвратился домой когда после этого прибыл царь к святому что посмотреть не принесли ли ему какой-нибудь вреда бывшие дожди и ветры и когда увидал сломанные железные крюки то приказал как можно лучше укрепить столпы и возвратился от преподобного получив от него благословение дорогой же случилось с ним следующее лошадь на которой он сидел чего-то испугавшись скачала на дыбы и упавший назад сбросила себя царя так что и венец головы его далеко отскочил и разломился а жемщик и драгоценные камни свинца рассыпались кою хамсарский был некто иордан по вере арианин видя падение с лошади он испугался что на него падет за это вся ответственности и он будет казнен потом вернувшись назад он пришел к преподобному и со слезами просил его ходатайство перед царем причем отрекался от ереси арианской просил присоединить его к православию преподобный во уважение к его благочестию написал царю что так как иордан отрекся арианского зловерия и присоединился к христианскому правоверию то он достоин помилования на это царь отвечал святому виновника моего падения был никто иной как сам же я ибо я имел дерзновение сесть на коня еще на твоих глазах не отойдя пешком подальше твоего святого столпа посему иная ордана не только не гневаясь ною радуюсь тому что мое падение с лошади стало для него причиной восстания от падения душевного когда одному правителю инопременного царства по имени губазий пришлось прибыть для заключения перемирия к альву царю греческому то царь привел его к преподобному данилу столпнику и указал на него сказал вот чудо в моем царстве губазий же удивившись терпению преподобного стал кланяться не только самому святому но и столпу на котором он стоял и со слезами со слезами говорил благодарю тебя царь небесный что меня пришедшего к царю земному ты сподобил увидать мужа небесного его жилище так стоял добровольный мученик целую ночь перенося суровость зимы и лютость мороза днем же поднялась такая сильная юга что ученики святого не могли ни глаз своих поднять к столпу не оказать святому какой-либо помощи по прошествии дня наступила еще более суровая ночь а затем опять такой же день и такая же ночь и лишь на третий день буря несколько утихло тогда только приставив лестницы ученики поднялись на стол преподобному и нашли его всего с ног до головы обледеневшим еле дышащим едва отогрели его обтирая тело теплой водой и губкой придя в себя преподобный сказал ученикам зачем вы хлопочете около меня зачем вы разбудили меня от сладкого сна я только что заснул с молитвой на устах однако благодарю вас дети мои что вы имеете заботу обо мне отце вашем видя слезную просьбу царя преподобный позволил устроить крышу над своим столпом но не для своего облегчения ради усердной просьбы царя который имел к святому такую любовь и уважение что приводил всех приходящих к нему послов и великих князей к столпу преподобному что сам лично то со своими придворными вельможами приводил как чуду которое в его царстве приходившие же удивлялись столь великому мужеству преподобного отца с которым он переносил днем и ночью и стужу и жар и обыкновенно уходили от него с чувством духовного умиления и с великой духовной пользой для себя аминь аминь